Отель Дача Дель Соль, гостеприимно встретивший участников дискуссии образец доступной среды. Полное отсутствие неудобных для колясочников порогов и крутых съездов. Все здесь предусмотрено для полноценного отдыха, как семей с маленькими детьми, так и для маломобильных граждан. Председатель комиссии по доступной среде Совета при губернаторе Кубани по развитию гражданского общества и правам человека Павел Снаксарев, открывая заседание, подчеркнул, что до начала мероприятия прошел несколько километров по улицам и пляжам Анапы и оценил благоприятность доступной среды. Спасибо за те условия, которые вы создаете у себя в городе. Я здесь прошел, наверное, уже несколько километров своими ногами, в том числе и по пляжам. И посмотрел, что вот то, что вы делаете, это достаточно внятно, понятно и хорошо. Первый заместитель главы города-курорта Анжелика Бузунова подчеркнула. Доступная среда – это лишь один аспект. Маломобильные граждане, инвалиды, они должны иметь работу. Так, в прошлом году Анапский центр занятости трудоустроил 62 инвалида, обратившихся за содействием центра занятости города-курорта Анапа. Анапские работодатели создали 347 рабочих мест для трудоустройства инвалидов, и все они оказались востребованы. О том, как выстроена работа в рамках программы «Доступная среда в Новороссийске», «Краснодаре», «Армавире» рассказали представители этих городов. И каждый удивлял своими находками, которые могут использовать другие муниципалитеты. У нас впервые в городе Краснодарском крае был проведен новогодний бал колясочников. И первый из нас был конкурс красоты. Мы никогда не думали, что это будет настолько интересное мероприятие для всех окружающих, в том числе. Но, тем не менее, это подтвердило, что Краснодар – это город, доброжелательный к людям различных возможностей. Все это способствует социализации инвалидов, повышению их самооценки, не позволяет чувствовать себя за бортом жизни. Она по город-санатории, проводимую местными властями работу по организации «Доступной среды», председатель Анапской первичной организации инвалидов «Союз Чернобыля России» Валерий Золотарев оценил так. Тремя словами только. Слушают, слышат и делают. Испытал это на себе. И обозначил острый вопрос. На главной курортной магистрали Пионерском проспекте есть реальные проблемы для передвижения колясочников. Принято решение о реконструкции Пионерского проспекта в следующем сезоне. В этом году у нас там серьезные мероприятия прошли, серьезные работы, мы меняли коллектор, поэтому, к сожалению, к этому сезону не могли этого сделать. И после этого у нас будет реконструкция Пионерского проспекта, в том числе и все эти тротуары. Поблагодарил за проведенную работу и председатель Анапской местной организации Всероссийского общества слепых Андрей Ермолов. Он выразил надежду, что когда-нибудь и автобусы Анапы со временем станут говорящими. Председатель регионального общественного объединения инвалидов «Ковчег» в Анапе Марина Буковец выразила твердую уверенность в важности такого разговора. Чем больше мы будем говорить, чем больше будет рекламы социальной об этом, но я думаю, что тогда будут какие-то подвижки. Итогом этого мероприятия стали рекомендации муниципалитетам в деле формирования безбарьерной среды. Продолжением этого разговора станет подобный форум «Новороссийский», на котором передовой опыт города участники круглого стола изучат в практическом приложении.